Употреблял я всю ширку, методом, стоял пять лет на программе, траву покуривал, все, амфитамин, все что можно было, я употреблял. Ты когда у нас лечился? В ноябре, девять месяцев назад. Скажи, вот на ноябрь месяц, когда ты приехал, твое состояние физическое какое-то? У меня состояние было, у меня было 60 килограмм, 62 килограмма, я черный ходил, просто черный, не аппетита, не еды, я и съедал раз в день. А ты понимал, что ты можешь умереть вообще? Ну в тот момент ты этого не понимаешь, ты ходишь, ты со стороны, ты считаешь, что ты весь красивый, весь из себя, то есть ты этого не замечаешь. Думал, что я здоровый, все в порядке, я видел, что я ссох. Что никто ничего не видит, да? Ну да, что ничего не видит, мне говорят, ты сохнешь на глазах, ты сохнешь. А они поправились, поправились. Тебя пытались как-то лечить, помочь тебе? Да, меня пытались лечить, я лечил на аркетической логе и был в психиатерических лечебницах. В общем, много ли раз лечился? Много. Какие были у тебя самые большие успехи, сколько после лечения ты не употреблял? Нет, после первый раз, когда я вообще первый раз, когда меня споймали с наркотиком, получилось, ну, с милицией связанной надо было лечить. Это когда было? Ну, это мне было 16 лет, не 16, 17 лет первый раз. Ты сейчас сколько? 26. 26? Первый раз меня тогда споймали, то надо было лечь на 21 день на лечении, мне положили в наркодиспансер, я лежал 21 день, вышел, я не употреблял полтора года, это я первый раз только в жизни попал в наркодиспансер. После того, я сорвался и в какую меня наркологию не ложили, я только... А тебя ложили принудительно? Это не принудительно было. Или сам тоже ложился? Ну, сам ложился, да, я ложился сам, ну, я не назову это лечением, там, я ложился и там же, себе. То есть, ну, у нас в городе местные проблемы с этим не создавали. Очень безуспешно, можно сказать, все, да? Вот ты приехал к нам 9 месяцев назад, да? Как изменилась твоя жизнь? И в чем особенность лечения здесь? Ну, не знаю, это первая клиника, в которую, ну, попал, и что действительно помолвало, что я не вышел отсюда и сразу не пошел в колодце или еще что-то делать. А поменялось много чего. В семье, во-первых, с мамой наладилось, мама меньше переживает, волнуется, с женой. Боже, доходило до того, что, ну, терпение, что же не бесконечное, обещание. А вы расходились уже, да? Ну, как доходило, практически, у меня, что же человек, и что же она доедает. И ребенок постоянно видеть в семье тягание денег. Ну, это вранье, вранье, ну, все в кучу. Да, доходило до того, что уже расходились. А после больницы, конечно, не сразу, со временем, очень тяжело было поначалу. Доверие как-то заработать, чтобы мне выйти на улицу было. Все, выходишь, я там говорю, давай домой быстро. Я говорю, я там магазине стою, она недоверие, думаю, что где-то я... Сложно, да? Да, поначалу очень сложно. Ну, возможно. Сейчас уже доверие вернулось. Ну, да, может быть, я не знаю, чуть до конца, но на сто процентов вернулось. Ну, по сравнению с тем, что я видел, что было раньше, и что сейчас, то... А с мамой как? С мамой хорошо сейчас. Хорошо сейчас. Да, с мамой, да. Ну, меньше переживает, меньше волнуется. Из-за того, что я употреблял, но она болела. Я этого же не понимаю. Мама, да, и мама, то... А то, что мама себя в чем-то ущемляет, не идет в больницу, ну, это же... Ну, этого не замечаешь. Лекарства даже не покупала, да? Не покупала, ну... Говорит, что покупала, это я сейчас понимаю, что там никто не покупал. Да, ходил с друзьями, рассказывал, что я весь там такой герой. Деньги там, это... Каким образом они достаются шоками, это же никто ничего не видит. А рассказывать можно. Ну, сейчас ты работаешь. Да, конечно, работаю. Пришел с больницы, первое время искал. Ну, пришел, пока адаптировался, тяжело было. А что самое сложное было после возвращения? Ну, самое сложное... Я еще приехал, ну, привык всю жизнь в таком образе жизни, что постоянно там проснулся с утра, уже где-то пошел, там уже что-то делаю, ну, где-то что-то еще, где-то еще. А тут, чтобы приехал... Ну, в смысле, что-то делаю, употребляю. Ну, да, ну, конечно, да. Это связано только с употреблением. Угу, да, ничего, ничего не занят. И приехал как-то, ну, пойти просто лазить. И там, ну, как-то, ну, дискомфортно, что постоянно, первое время без работы дома и никуда безвыходно. То есть, выйти погулять-то можно, но не то, как оказалось. Что-то не хватало поначалу. Мысли, ну, как, поступали, но я знал, что мне хорош хватит. А скажи, а как у тебя дальше складывались отношения с тем прежним окружением? Приехал, первое, я приехал. Через пару дней увидел, ну, встретил знакомого своего друга. Ну, как-нибудь друга знакомого. Случайно? Да, случайно. Ну, как пообщались, ну, он знал, что я излучился, что, да, спросил, что там, как. Я помню, и его же товарищ тоже мне перерастится. Ну, там, как ты себя чувствуешь, там, плохо, неплохо. Я думаю, ну, как, уже нормально, ну, а лучше, типа, если что, там, там, еще, бублика, там, бублимарфины, дадим, чай еще, что-то. Ну, тоже ты знаешь, что я подшился, ты знаешь, что я, что нельзя, и ты не меня, все равно, бывает, после этого. Раз, стадет, стри. Ну, я даже, ну, как, с ним беден, он, может, видит меня, там, Махмир головой, привет, и все. А так, больше у нас общения нет. Так, если видимся, могу поздороваться с собакой, когда выходим, там, у нас парк один, то они, ну, как, ты их не сбежишь до конца. Понятно. Володя, что ты посоветуешь, порекомендуешь тем ребятам, может быть, и мамам, или женам, кто будет смотреть тебя? Пускай не боятся, пускай идут. Если есть возможность, едут сюда. Это действительно, это одна клиника, которая действительно помогает. Я не знаю, там, как другие. Я бы много где побывал, то безрезультатно. Это действительно, это клиника, ах, они боятся, ах, едут, ничего в этом страшного нет. Лучше пережить кумары, чем переживать каждый божий день. То, что родители плачут, то, что ты их мучаешь, то лучше ехать сюда лететься. Прямой тебе вопрос, от наркотика можно избавиться? Конечно, конечно. Было бы желание только. Ну, и, само собой, желание, это одно, и ваша помощь тоже нужна. Продолжение следует...